здорово это спецэффект привет смотрите это очередное видео из серии задайте нам вопрос некоторые видео некоторые вопросы мы берем из комментариев которые здесь внизу либо из моего инстаграма некоторые мы раздобыли да нам присылают любезные с такого не так называемого анти бабского форума название которого для меня уже вызывает много вопросов мне кажется с этими людьми с психикой этих людей что-то не так чтобы вообще назвать этот форум так и соответственно на нем еще там как-то тусоваться но так или иначе вопрос от человека мне 39 лет жене 34 8 лет женаты есть двое детей 5 и 7 лет до свадьбы жена работала бухгалтером в магазине стройматериал как-то звоню домой жена пьяная я пишу sms теща забирайте свою алкашку еду домой секунду а вот с этого момента по подробнее это уже мне как бы чуть громче мягко говоря не нравится зачем писать теща идите забирайте свою алкашку то есть если ты ее считаешь алкашкой значит с этим надо заканчивать что-то там дело если ты пишешь это чаще в надежде если ты сам не можешь это исправить в надежде намекнуть тёте что ваша дочь вот такая что она повлияет на ситуацию но это как по мне не поведение мужчины да это детское инфантильные пытаешься оскорбить тем самым свою же женщину и при этом продолжая с ней дальше жить зачем если ты считаешь ее поведение аморальным ненормальным для нормальной женщины значит и с этим заканчиваешь если ты так не считаешь ты знаешь что ты тебе это не нравится но поделать с этим ты не можешь и расстаться ты не можешь значит нужно помалкивать а потому что это со стороны выглядит так что я беспомощный помоги мне теща пожалуйста ну или типа что это не женщина это какой-то предмет ты такой же забрал башки заберите это хорошая херня не работает но в любом случае это маразм я еду домой приезжаю ее нет дома теща жена пошла к моей маме я иду ночевать к своей маме по дороге с женой разминулись значит на следующий день вечером пришел домой начал выяснять отношения жена говорит пила шампанское ну с коллегой вдвоем то есть таким так каким-то там в общем не суть какая разница с каким коллегой то есть мужчина она наедине твоя жена с чужим мужчиной вдвоем пьет шампанское супер вообще и самое интересное и наверное неприятное для тебя и для многих вот этих пиздострадальцев с этого форума что вопреки их жалобам на женщин на этом форуме у меня позиция только такая что кто в этой ситуации плохой не твоя жена плохой в этой ситуации ты понимаешь потому что если ты не в состоянии был притянуть к себе другого качества женщину то есть как бы ты получаешь то что ты заслуживаешь если ты не разбираешься в людях как бы ты терпишь это до сих пор то ты получаешь что то что ты заслуживаешь говорит не было ничего с ним какая разница теперь я не говорю пошли на полиграф вот это меня добило просто пошли на полиграф самое на что интересное я так думаю человек когда это говорит вот если даже он убедиться в том что она ни в чем врет даже если она врет и выясняется что оказывается у них там все было этот человек останется с абсолютно не готов каким-то действием то есть если я узнаю вот если было так я пойду узнаю я бы еще это я абсолютно с этим не согласен но хотя бы если бы это было так вот если я узнаю что она там мне изменила то на этом все закончится но нет же есть отношения между двумя нездоровыми психологически незрелыми людьми до которые скажем необходимостью этих отношений является вот такой вот постоянный срач какие-то скандалы выяснения то есть не комфорт спокойствие поддержка там забота и так далее этих людей интересует а им нужен партнер с которым они будут друг другу выносить мозг это как раз про эти отношения она говорит денег жалко на него тратить в общем убедила меня я считаю что лучше пойти застрелиться вот лично мое мнение чем пойти и предложить своей женщине пойти на полиграф нет смотри как это звучит я ей ну то есть они у них там какое-то общение и он игрит пойдем на полиграф другим языком выражается я считаю что ты шлюха я тень пойдем к в этом мне надо убедиться и тут вдруг она его переубедила вот через год ситуация повторяется это только через год это потому что через год ты как сказать ты это спалил через год а скорее повторяется с полиграфом через год ситуация повторяется только пилада с другим работником вообще у меня вопрос ты где ее нашел и второй вопрос как она стала твоей женой вот они отмечали день свадьбы своей сейчас смотри я домой пришел и сразу руку ей в трусы но тут уже пошлятина какая-то пошла там сухо я ушел на ночь из дома то есть это какая-то воспитательная мера что-то зависимости от степени влажности понимаешь это зависит от того насколько было бы влажно то есть атмосферное давление нет прикол то что короче ты получается это для чего сделал это такая как сказать припугнуть ее или что она получше она трахалась потенциально возможно занималась сексом другие мужчины даже не занималась она позволила себе бухать с каким-то другим мужиком как бы что уже в принципе недопустимо да для любой нормальной женщины а я про мужчину вообще не говорю то есть и как уйдя из дома на один день что ты хотел добиться чтобы она такая блин да чё это я короче не буду этого делать для чего этот цирк но это про опять же нездоровые отношения которые не здоровы в первую очередь с твоей стороны то есть тебе нравится вся херня которая происходит лишь ты от него кайфуешь это почему-то для тебя необходимо кстати вот мы используем там юмор немного сарказм какой-то но на самом деле это очень страшные вещи какие-то сам киши они происходят это знаешь как когда там в детстве смотрят фильмы ужасов и пугают вот меня эта ситуация также пугает просто ну вроде да здесь немножко употребляем юмор но это очень страшные вещи вот человек рассказывает просто как можно в этом во всем жить просто это же не это не кошмар это как по мне это нахождение вот когда описывают ад вот как по мне это ад как можно обреть себя на такие на следующий день разборки это обещала больше не повторится братан ни гони больше не был но я забыл тот случай все эти годы пилил я но я не забыл тот случай все эти годы пилил ее периодически так ты у нас этот мистер бензопила или как тебя назвать ты там кто этот дружба или какая-то и бензопила пилил это вообще термин даже какой-то женский понимаешь пилил ее периодически ты кайфуешь от того что как бы у тебя вынос мозга дома который просто забирает эту последнюю энергию вместо чтобы ей наполнять и пилишь ее периодически да папа это наверное тут с нас за вопрос задал папа карла а нет подожди смотри на самом деле этот вопрос от великого фокус когда вот в ящик помещают женщину он берет пилу и начинать его так вот распиливать она раз и в конце концов целая короче на две половинки потом лопа и он все эти годы возможно что этот человек работает великим иллюзионистом и на самом деле это вряд ли закончится как бы и вот недавно предложил ей опять пойти на полиграф она говорит давай пойдем но после сразу развод так как ты мне не доверяешь я говорю да я тебе не доверяю с чего бы мне тебе доверять с чего бы мне тебе доверять понимаешь то есть это жена хотя это уже как бы такие женские манипуляции пошли мол типа хочешь да давай но типа развод она рассчитывала то что было бы смешно если бы не было так грустно да ну 100 на следующий день звонит и говорит хорошо я пойду по и пройду полиграф но обещай мне что больше не будешь мне припоминать тот случай помирились почему бы и нет нет поверили то есть это схавал короче да отлично недавно наткнулся на этот форум и опять меня переклинило мне кажется того человека который создал этот форум его изначально переклинило понимаешь и все эти форумчане которые там сидят их еще при рождении переклинило и вам не на форум надо вам надо к психиатру ну как минимум потому что я не представляю как можно жить с такими вещами в голове предложил снова сходить на полиграф она сказала давай повторно 1 так первое денег нет второе я не доверяю этой машине 3 отрицательно показать ты все равно мне не поверишь посоветуй пожалуйста а посоветуйте пожалуйста забыть мне тот случай по прошествии многих лет и не разрушать семью если ты семьей назвал это или что как мне послышалось или все-таки можно расколоть ее расколоть и я представлялась и там с подарю таким глаз она такая измучена струла привязана можете пытать ее начать тогда вопрос даже к его интеллекту понимаешь к уровню интеллекта людину у меня уже конечно нет вопросов к уровню интеллекта людей которые зарегистрировались когда-то на анти бабском форуме но человек спрашивает у других людей во первых это уже в принципе неправильно то есть ты должен ориентироваться только своими собственными ощущениями но в данной ситуации как вопрос составлен так что мне кажется он не мучается в этих отношениях и мощи там по кайфу если бы он сказал бля я не могу меня это достало что мне делать он просто кайфует это понимаешь как бы им обоим нужно только к отдельным этим пойти к психотерапевтам или психиатрам я не знаю к примеру я все понимаю что надо к примеру разбегаться но никак не могу прийти к этому решению вот это допустим был бы вопрос человек четко осознает ситуацию что нужно оттуда уходить но не может это сделать по определенным причинам и самые дети есть по моему да да и бля это как бедные твои дети причем не из-за вашей семьи а из-за того что ты такой и жена у тебя такая блять бедные твои дети лучше бы их не рожали чем мы сейчас рассматривали конкретный поступок там его жены мы не знаем там было что-то не было и так далее но здесь есть интересная формулировка туром написал на забыть мне или нет да это даже это понятно это вообще нет как и кнопка слова не знаю разрушить семью разрушать семью или нет то есть моем понимании человек разрушает когда разрушает вот он берет кувалду разрушил стену ты не инициатор этого что значит я разрушил ты вот сидишь сидишь так все пора разрушать но не так есть определенные действия с ее стороны при которых ты не можешь дальше находиться с этим человеком не которые вынуждают тебя с этой семьей как бы ну покончить все расстаться с этой женщиной к сожалению не знаю как там дальше вопрос не решать но а когда ты это преподноишь так что я разрушаю семью естественно что ты не сможешь или очень долго будешь идти к тому что в итоге но в его случае мне кажется что говорить ему что ты найдешь себе новую женщину там все будет по-другому это бесполезно то есть я считаю что в его случае так не будет забыть мне или нет хорошо смотри забудь ты забыл а еще раз а сейчас нет не забыл или ты насмотрелся фильма люди в черном где вот так вот нажимают все все чему сделать ну забудь окей а ты сможешь забыть то что произошло допустим ты сможешь всю эту хрень заводь даже если ты был бы нормальным человеком адекватному у тебя бы просто не получилось это вот и все да а может и правда у них ничего не было кстати жена рассказывал что этот мужик трахал какую-то другую женщину на работе а после этого и и и она просто не стала говорить я была не первой ребята короче смотрите но это такие выпуски они скорее наверное поразвлечься потому что хотя для нас это смешно выбирает это понимаешь как в этом есть прикол причем даже прикол не в этом что он выбирает задать этот вопрос изначально на форуме который называется уже мягко говоря это нездоровое название для форм понимаешь ахи бабский форум для меня предполагает то что нужно тогда перекинуться на мужиков женщины это же враги все же плохо есть какой-то резюме резюме самый главный вопрос который как по мне здесь звучит стой он спрашивает стоит ли забыть да то есть он сидит выбирает забыть не забыть забыть не за как будто это можно вот сделать ну как ты знаешь чтобы это сделать нужно память стереть я насколько знаю пока еще нет таких нет хотя есть средства но там можно всю жизнь просто улыбаться поэтому ты задай себе вопрос первую очередь в такой ситуации если человек себе задает вопрос смогу я это забыть ты говоришь год прошел год я ее пилю ну значит это настолько для тебя в трус и он там лазит на метеорологом стал там влажность измеряет там еще что-то но это же тут на выставлен я понимаю прекрасно решиться на такое это очень неприятно но не но еще больше неприятно когда ты живешь на пороховой бочке в ожидании как даже больше неприятно быть жертвой вообще по жизни жертвой вот и не осознавать этого ему же эти все ситуации нужны для того чтобы почувствовать себя в этой ситуации жертвой обстоятельств заложником ситуации понимаешь поэтому она тещу пишет заберите свой алкашка да я вот такой вот классный и получается себе я засунул руку а там было бы влажно эх как же она со мной обошлось то есть у некоторых людей действительно есть такой глюк в башке что их переклинило на то что я как бы испытываю необходимость быть жертвой если этого не происходит со мной я буду искать эти ситуации в которых я действительно жертва обстоятельств тебе надо разбираться со своей башкой и тебе и всем остальным кто так думает я рекомендую в первую очередь нажать на ссылку под этим видео и записаться на тренинг практика где мы будем вытряхивать из вашей головы всю эту ересь где вы наконец-то начнете понимать как все устроено и увидите все свои моменты в вашей голове который мешает вам жить отберем у вас пилу чтобы не наши вы не пилили и даже себя не пилили все ссылка под видео дам идите следующих ответов пока